Людмиле Водневой стало плохо в пол седьмого утра. Женщина потеряла сознание. Муж инвалид начал сразу звонить в скорую помощь. Был уже фактически конец смены. То есть они 8 часов менялись. Уже утро было. И они хотели просто отфутболить к местным фельдшерам, а сами просто не ехать на вызов. Я начал нервничать и последние мои слова уже были на повышенном тоне. Первую помощь женщине оказала местная медсестра, которую позвала дочь. По словам Людмилы Водневой, ей сделали уколы, которые врач назначил по телефону. Три укола она сделала по наставлению нашего терапевта местного. По телефону, да. Но это с пол седьмого утра. Тут не было врача, ни скорой что не приехала. От пункта базирования скорой помощи поселка Донское до села Надоль 15 километров. На машине можно добраться за 20 минут, но врачи на выезд так и не приехали. Говорят, мужчина не назвал точный адрес. Тем утром дежурила эта же смена. Звонок Александра принимала Любовь Дегтярева. По словам диспетчера, звонивший сильно нервничал и его речь была сложно разобрать. С нас требуют так, сказать фамилию, имя, отчество назвать, адрес, телефон вызывающего. Он начал кричать. Я говорю, не знаю, мужчина, успокойтесь, говорю, дайте мне ваш адрес, куда нам ехать. Он все кричит, даже вот такая немятная речь была, что я не могла вообще ничего понять. И он бросил трубку. Возмущенный Александр написал жалобу с просьбой разобраться в ситуации и наказать ответственных. После внутреннего расследования виновной признали диспетчером. В любом случае у нас пациент будет прав. В любом случае. Даже если он не назвал адрес, значит мы обвиним диспетчера в том, что он избрал неправильную, может быть, тактику. Надо было сразу успокоить больного, остановить его и сказать, скажите адрес, машина к вам уже выехала. Только назовите улицу и дом, и все. Мы уже выговорим и вынесли. Детальнее разобраться в этой ситуации помогла бы звуковая запись звонка. Но на данный момент таких технических возможностей у Волновахской станции скорой помощи нет.